Узбекистан присоединился к договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космоса, включая Луну и другие небесные тела. Соответствующий закон открывает возможности исследования и использования космоса, а также участия в международных проектах обмене ресурсами и знаниями. Вместе с этим президент подписал указ о мерах по внедрению аэрокосмических технологий в отраслях экономики в 2024-2026 годах. Документом определены приоритетные направления государственного космического мониторинга для повышения эффективности выявления и решения проблем в отраслях экономики. Аэрокосмические технологии – это область науки и техники, в которой изучаются и применяются радиофизические принципы функционирования, построения и проектирования аэрокосмических объектов, глобальных телекоммуникационных, навигационных и информационных систем на их основе. Данная отрасль за последние полвека трансформировалась в отдельную научно-исследовательскую, образовательную, инновационную и бизнес-систему. Появление и развитие рынка частной космонавтики создает конкурентную среду, в которой происходит борьба за и наиболее эффективные предложения, способные решать всё более сложные задачи, стирая границы между государствами и выдвигая на передний план отдельные организации. Космонавтика настоящего времени может быть представлена как многомиллиардной космической компанией, так и студенческим проектом. Прогнозирование погоды, дистанционное зондирование, навигация, спутниковое телевидение и многое другое осуществляет свою работу при помощи космической техники. Такая наука, как астрономия, а также геонауки, опираются на сведения, поступающие из космоса. Прекрасно осознавая приоритеты данной области, глава государства подписал закон о присоединении Республики Узбекистан к договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Подписание данного закона позволит и откроет новые возможности для участия Узбекистана в международных космических проектах, обмена опытом, усвоить и ускорить освоение современных технологий, в том числе развить космическую правовую систему Республики Узбекистан. Основными принципами данного договора является то, что все государства-участники используют космическое пространство исключительно в мирных целях. Предусмотрено оказание помощи космическим объектам и экипажам при возникновении аварийной ситуации или вынужденной посадки. В целом, принятие данного закона и присоединение Узбекистана к данному договору позволит осуществлять космическую деятельность в Республике Узбекистан на основе международного права. Данный договор был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года и подписан в Лондоне, Москве и Вашингтоне 27 сентября 1967 года. И по состоянию на начало этого года к нему присоединились 114 стран. Наша республика стала 116-м участником. Логическим продолжением вхождения Узбекистана в когорту государств, занимающихся анализом и использованием данных из космического пространства стал указ президента о мерах по внедрению аэрокосмических технологий в отраслях экономики в 2024-2026 годах. Президентам Республики Узбекистан особое внимание уделяется применению современных инновационных технологических решений для выявления проблем в отраслях экономики и их решению. В данном контексте подписанный президентом Республики Узбекистан указ предусмотрены приоритетные направления осуществления аэрокосмического мониторинга в отраслях экономики, а также дальнейшего развития космической сферы Республики Узбекистан. Также благодаря космическим данным будут определяться границы площадей, покрытых лесом, и вестись мониторинг их состояния. Помимо этого, можно будет легко узнать о случаях самовольной эксплуатации недр в сфере геологии, необоснованного использования в иных целях площадей залегания полезных ископаемых. Вопросы экологии и охраны окружающей среды с каждым днём приобретают всё большую актуальность. Данным документом предусмотрен мониторинг заявления режимов уровня воды в водохранилищах. Документом утверждена программа развития космической отрасли на 2024-2026 годы, а также дорожная карта по реализации мер космического мониторинга. Как мы знаем, в последнее время наблюдается снижение уровня воды, объёма воды в реках. В этой связи планируется ряд мероприятий по выявлению фактического объёма использования воды с использованием аэрокосмических технологий. В частности, будет составлена цифровая карта всех оросительных каналов, водных артерий, и путём применения геоинформационных и космических технологий. Появляется возможность определения фактического объёма воды на пассивных площадях, использования тем или иными культурами реального объёма воды. С 1 марта 2025 года дистанционный мониторинг использования недрами и риск-анализ будут осуществляться через информационную систему геомониторинг и SGM-платформы. Вместе с тем, в указе особое значение передаётся развитию кадрового потенциала, образованию в целом. В качестве примера можно привести наличие в дорожной карте пунктов, связанных с привлечением молодых людей, интересующихся этой сферой. Среди них — проект Cosmic Camp. В его рамках разработаны специальные программы по привлечению юношей и девушек к космическим исследованиям. Мероприятие предусмотрено проводить в лагерях. Помимо этого, недавно начата реализация ещё одного проекта. Планируется интегрировать университеты со школами. Так, молодые люди получат возможность сборки малых спутников. Будут проводиться конкурсы, которые намечается провести в 2025 году. В целом, использование спутников позволит оптимизировать посевные площади и определять наиболее подходящие культуры, а также рассчитывать необходимое количество воды для полива, что, в свою очередь, позволит прогнозировать расходы и потенциальную урожайность, и на этой основе развивать как профильные, так и смежные отрасли экономики.